Все они не случайные люди. Я ни в коем случае не буду опускаться до оскорблений каких-то, это не моя история. То это было бы благом для Украины, если Петр Алексеевич не пошел на президентские выборы. Я думаю, что комплекс меньшевартости. Это видсутность справжней национальной элиты. Вот я бы встал и пошел за нее проголосовал бы. Я вообще против сближения с Россией. Юлия Владимировна очень изменилась. Я бы отменил в Украине должность президента. Все равно Украина лучшая страна в мире. Ну да, такие люди есть. Я уже только что говорил про Игоря Смешко. Есть такие люди, которые могут проявить, они ее имеют, эту политическую волю, и могут ее проявить. Мы их видим и среди тех, кто сегодня возглавляет рейтинги. Я убежден, что и Юлия Тимошенко, и Владимир Зеленский, и Анатолий Гриценко, и Петр Порошенко, и Олег Ляшков, все обладают политической волей. Конечно. Конечно. Это не случайные люди. Все они не случайные люди. Вопрос только в том, кто Украине из них нужен. Вот самый главный вопрос. А то, что воля у них есть, а то, что, например, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко блестяще подготовлены, и Анатолий Гриценко, для государственной деятельности, ну вопросов нет. Насколько я знаю, вы планируете взяти интервью Петра Порошенко? Что бы вы у него запитали в первую очередь? Я-то планирую, а чи планирует он? Это питание. И чи готовый он? И чи готовый он. Я бы на его месте, наверное, и не шел бы со мной на интервью, потому что вопросы будут неудобные. Я буду задавать вопросы не как Дмитрий Гордон, журналист. Я буду задавать вопросы как Дмитрий Гордон, разочаровавшийся человек. И эти вопросы будут идти от души, от сердца. Они будут эмоциональными. Я ни в коем случае не буду опускаться до оскорблений каких-то, это не моя история, но они будут эмоциональными. Я как человек, который не просто поддержал Майдан, а был частью двух Майданов, имею право на эти вопросы. Я считаю, что это было бы благом для Украины, если Петр Алексеевич не пошел на президентские выборы. И я бы хотел ему посоветовать, пользуясь случаем, найти человека, который мог бы прогарантировать ему безопасность, как это сделал Путин для Ельцина в свое время. Ви дуже часто говорите про те, и это подкреслюете в многих своих интервью, что Украина и украинцы никогда не шли вперед. От чому? Неужели нам народу, как говорят, пороблено? Чому мы постоянно топчемся на месте? В чому проблема? Я не знаю. Я не думаю, что нам пороблено. Я, наприклад, не топчусь на месте Никола. Я завжди иду вперед и створюю такие островцы. Как сказал мне Виталій Коротич, треба створювать островцы и на них спольно выживаться. Я завжди это створюю, спольно выживаю. И я вообще люблю свою страну и люблю жизнь, которая вирует вокруг меня. Воно моё, воно не пересечне, воно яскраве. И насправді я счастлива людина. А что касается тех, кто лінуется, или тех, кто не знает, чем заниматься, или тех, кто не хочет ничем заниматься, или просто дурнёв, это их проблемы. Конечно, лучше бы их проблемы не давали на меня, но так же не бывает. Мы живем в одном просторе. Головные недолики украинцев. Найголовные, найяскравшие вади. Я думаю, что комплекс меншовартостей, який в радянские часы развивался. Потому что найкращие украинцы, ну, перед радянской владой, что найкращие украинцы въезжали до Польши, до Росии. А после того, как створили СРСР, ну, краще куди въезжали. До Москвы, до Росии. И сегодня у нас найголовная проблема, на мою думку, это отсутствие настоящей национальной элиты. Повторю, это отсутствие настоящей национальной элиты. Потому что те, что называется в нас словом элита, таким словом называть просто категорично не можно. Юлия Мостова, спілкуючись с вами, сказала, что найголовнейшая проблема Украины и украинцев, это не столько коррупция, сколько деградация. То же, как повернуть голову на плечи? Я согласен абсолютно с Юлией Мостовой. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы сказать, вот если бы Юлия Мостовая выдвинула свою кандидатуру на пост президента, вот я бы встал и пошел за нее проголосовал бы. Вот это умница. Я вообще считаю, что вот такие, как она, должны ярче о себе заявлять в политической жизни. Это блестящая голова. Деградация, конечно, деградация, профессиональная деградация, умственная деградация. И то, что нас покинули за время независимости 10-11 по скромным подсчетам миллионов человек, говорит о том, что это ведь люди, которые нашли себя на Западе, они же не идиоты, у них в руки голова есть. То есть поехали те, кто могут работать руками или головой. А нам оставили то, что оставили. Я не говорю, что у нас сусильный жах, но у нас не хватает в каждой профессии людей. От малеров на стройках, которым, кстати, уже очень всем на стройках повышают зарплаты. Потому что люди, которые занимаются строительством, поняли, что скоро может не остаться рабочих. Они все уедут в Польшу. И вообще я прогнозирую, что у нас скоро будут очень высокие европейские зарплаты в реальных секторах экономики. Потому что альтернатива проста. Или ты будешь работать с кем-то и платить много легально, или тебе будет не с кем работать, потому что все выйдут. А что ты профессионалов в своей справе? Мы помнимо, Виктор Андреевич Ющенко достаточно долго шукал столяра в Киевской области, но наконец-то нашел. Зашел. Зателефоновал мне, сказал, что ты сказал на 112-м канале, что дефицит профессии, у нас нет столяра. Димочка говорит, что я сейчас в Киевской области. Чудовый столяр. Тоже я тебя прошу, когда ты будешь наступного раза выступать на телебаченні, ты скажи, что принаймні один классный столяр в Киевской области есть. Это свидетельство профессиональной деградации в Украине и работающих профессий, взагалі, усього. Майдан 2013-2014 годов вы назвали достаточно эмоциональным словом, я думаю, что наши глядачи знают. Кого зрозумело? А кто? Это большой вопрос, который спустя пять лет многих мучит, и меня в том числе, и ответ на который очень трудно дать. Потому что я-то выходил на Майдан, я знаю почему, я хотел европейской интеграции Украины, и я не хотел, чтобы Украина была частью таможенного союза. Я вообще против сближения с Россией. Я за дружбу с Россией. Пожалуйста, дружить, обмениваться технологиями, чем угодно. Вообще это не вопрос. Это наш сосед. Но мне претит российская государственная верхушка, мне претят ценности российские. И поэтому я за Европу, за европейские ценности. Я Америку люблю, я не скрываю этого. Поэтому я выходил за это, за подписание договора ассоциации с ЕС. Я же не знал тогда, что ЕС нас не ждет. Я же глупее был намного, чем сегодня. А сегодня я намного глупее, чем буду завтра. Это нормальная ситуация. Главное себе в этом признаваться. На этой ситуации, на выходе таких, как я, спаразитировало довольно много игроков. И изначально, как я уже понимаю, там и российский след есть. И олигархи наши, и российские поработали. И я не исключаю ситуацию, что Путин специально, имея план отъема Крыма, он у него давно был, специально разжигал противостояние на Майдане, специально для того, чтобы у ослабленной страны забрать Крым. Я этого не исключаю. Майдан был спонтанным, чи все ж таки инспированным? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я бы ответил так, что он был спонтанным, но ведь я тоже туда пришел после поста Мустафы Наема. Может, пост Мустафы Наема был спонтанным, а может и нет. Я не знаю. Я знаю, что Майдан несколько раз затухал, и тогда происходили вещи, которые встряхивали людей. То Булатово ухо порезали якобы, оказалось, что нет. То Черновол побили. То еще что-то случилось. А это вообще парадокс. Ну и будь поумнее Янукович, он бы мог разрулить эту ситуацию элементарно. Ему предлагали три президента, о чем они мне говорили. Уволить Захарченко прежде всего, уволить Азарова. Если бы он это сделал... Да, разошлись бы люди. Они бы уже не помнили, за что они выходили. Люди бы разошлись. Но он этого не сделал. Упрямый был. Ну, получил. Вы были участниками Революции Гидности, а также брали активную участь у Померанчевом Майдане. Пройшло уже 14 лет после победы Виктора Ющенко. Вы хорошо его знаете, но все равно украинское общество так мучает вопрос, почему не удалось. На вашу думку, почему Виктор Андреевич Ющенко став для миллионов людей великим изчарением? Я сразу хочу сказать, что с точки зрения человеческой я очень хорошо к Виктору Андреевичу отношусь. Он, кстати, искренний человек, в отличие от многих политиков украинских, от подавляющего большинства украинских политиков. Он искренний человек. Он искренне любит то, что он нам показывает, что он любит. Он живет этим. И я свидетель, как он может по несколько часов говорить о том, что его волнует. Глечики ли трепильской культуры, чи рушники. Он мне может показывать рушники, зная какой это век, как он их лично обрабатывает от моли и так далее. Но человек глубоко в материале. Люди на цем живе. Люди на цем живе. Беда Виктора Андреевича и беда Украины в том, что масштаб ожиданий общества и возможных преобразований был намного выше, чем масштаб самого политика Ющенко. Это наша беда. И беда Виктора Андреевича. Он мог стать мессией при жизни. Мы могли открывать ему памятники бы. Но этого не случилось. Несопоставимость масштабов запросов и самого Виктора Ющенко. Как вы сказали, что если бы на месте Виктора Андреевича были бы вы, то смогли бы найти спильную мову с Юлией Тимошенко. То какой способ? Элементарно. Я бы, мне кажется, мог найти общий язык с любым человеком. Елементарно. Им надо было садиться за стол и разговаривать. И все больше разговаривать. С ней можно разговаривать. И нужно разговаривать. И вообще с любым. И с Януковичем можно было и нужно было разговаривать. С любым человеком надо говорить. Ющенко с Тимошенко не говорили? Они говорили, но это были не те разговоры, к сожалению. Я думаю, что... Дело в том, что правду об их разговорах знают только они двое. Вдвоем. Мне говорил об их отношениях Виктор Андреевич много. Мне говорила намного меньше Юлия Владимировна. Мне кажется, что кто-то должен был быть третий тогда, чтобы поработать с ними, чтобы они сблизили свои позиции. Я думаю, что они оба не доработали, конечно. Но Виктор Андреевичу надо было быть более терпимым. Мне так кажется. Якою может стати Украина, если президентом станет она? Юлия Владимировна очень изменилась. Хотя внутренний голос мне говорит... Изменилась Виткола. Ну, по сравнению с той, которая была до отсидки. Внутренний голос мне говорит, не будь наивным. Вспомни опыт своих отношений с другими людьми. Люди не меняются. Это внутренний голос мне говорит. Это разум говорит. Но эмоции говорят, нет, изменилась все-таки. Я общаюсь периодически с Юлией Владимировной и имею возможность сопоставить. Она изменилась. Она другая. Ну и время другое. Но она не устарела в плане политика. Она идет в ногу со временем. Она чувствует время. Это очень важно. Какой будет Украина, если победит она? Трудно мне сказать. Очень трудно. Я думаю, что даже она этого не знает. Но мне кажется, что любой человек, который одержит победу, кроме разве что нынешнего президента, мы уже его увидели в ранге президента. Любой человек, который первый раз станет президентом, он захочет что-то сделать. Говорю я с надеждой. А вообще, я бы отменил в Украине должность президента. У нас не получается. Люди сходят с ума. Не получается. Парламентскую республику даешь с выборами в парламенте премьер-министра. И хоть каждые три месяца этого премьер-министра меняй, чтобы все были на стреме. Не получается у нас с единоличной властью. Леонид Макарович Кравчук как-то в одном из своих интервью сказал, что в 2019 году украинцы уже не имеют права помилиться. На вашу думку, и какую бы вы пораду, возможно, дали аудитории, что нужно сделать, чтобы не помилиться? Я с Леонидом Макаровичем часто общаюсь. Я его считаю вообще мудрейшим человеком. Я прислушиваюсь к нему. Он глобальнейший. Он глыба. Леонид Макарович имел в виду то, что если и в 2019 году будет не то, Украины может не быть. Я это остро чувствую. Я понимаю, что с таким наплевательским отношением к своей стране, со стороны президентов и политиков, Украина в один прекрасный день может прекратить существование. Причем я это вижу элементарно. Ни один человек не мог представить, что Крым, как Крым, как это? Вот так россияне придут, заберут. И что в Донбассе такое произойдет, никто представить не мог. Ну вот вы могли, например, уявить, что не будет Радянского Союза? Нет. И так же я когда-то не мог представить, что Советского Союза не будет. Это невозможно было. Такой монстр. Но оказалось на глиняных ногах. Напередодня Нового Рока, что бы вы сказали украинцам? Что бы вы им побажали? Я хотел бы пожелать всем, знаете, чтобы у нас был хороший девятнадцатый год. Чтобы разочарований было поменьше, приятных сюрпризов побольше. Чтобы все были живы, чтобы все были здоровы. Это самое главное. А чтобы радовались жизни, все равно Украина лучшая страна в мире. Вот я в этом абсолютно уверен. Лучшая. Я не видел лучшей страны. Да, есть по государственному устройству лучшие страны, побогаче есть страны. Но вот так, чтобы ты выходил и дышал полной грудью и кайфовал от этого, я такой ни одной страны не видел. Поэтому я бы всем пожелал беречь свою любимую родину. Без пафоса говорю слово родина. Она может быть и малая. Свою любимую родину беречь надо. Она сейчас очень в этом нуждается. Если не сбережем, никогда себе потом этого не простим. Дякую вам за эту разговору. С предыдущим Новым Роком. Дякую. Дмитро Гордон, журналіст, телеведучий, гостем студии ПоліТека Онлайн. Залишайтеся разом із нами. До новых встреч. До побачення. Хочете бути в курсе актуальных новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів, подписывайтесь на наш канал ПоліТека Онлайн. Субтитры подогнал «Симон»